Девушки отдыхают 11 недель ночных съемок. Это настоящий подвиг для любой съемочной группы. Было понятно, что почти всю серию займет битва. Длится больше часа и почти один только экшен. Нам было очень важно заманить к себе Мигеля и заставить его снимать 55 ночей напролет. Я скажу так, я больше никогда не хочу это повторять. И думаю, все остальные тоже не хотят. Было тяжко. Наверное, никто заранее не представлял, что это будет так трудно. Долгая ночь. Я снималась при минус 14 градусах. Страшный дубак. Минус 14. В чистом поле. И снег не идет. А когда так холодно, что снег не идет, вам хана. Крис и остальная команда работали сутками напролет. Рабочая ночь начиналась в 6 вечера, а заканчивалась в 5 утра. Это просто жесть. Организм к такому нельзя приучить. Уже к третьей неделе люди стали слегка смахивать на призраков. Актеры, каскадеры, массовка, группа. Все уже такие... Такие... Все это прочувствовали на себе. Не стану врать, это было ужасно. Работа нам понравилась. Я говорил парням, может, повторять такое не захочется, но вы не пожалеете, что взялись. Потому что итог, результат потрясающий. Думаю, команде нравился результат. Нельзя все это делать и думать, но не особо впечатляет. Без сомнений, это очень впечатляющие сцены. И то, что мы вынесли все эти ночные съемки, это еще одно достижение в списке нашей команды. Мы делали то, чего никто до нас не делал. Я горжусь всеми. Горжусь проделанной работой. Перед нами стояла колоссальная задача. И мы справились. И это потрясающе. В первую неделю ночных съемок я видела, как народ улыбается солнцу. То, что они сделали, просто невероятно. Нет приза за самую волевую съемочную группу, а надо бы. Работа в кромешной тьме, в дождь, в грязи. Всей бельфастской группе надо памятник поставить. Они дали нам то, что ни за какие деньги не купишь. Главная наша задача в третьей серии – как сделать, чтобы зритель не заскучал. Просто бой до изнеможения. Это надоедает. И это выматывает. Нам нужно было рассказать связанную историю, а не просто битва, битва, битва. Нужна структура и динамика. Когда мы начали планировать, стало ясно, что круг битвы будет постепенно сужаться. Будут падать линии обороны, мертвецы будут подбираться ближе и ближе к центру, к сердцу Винтерфелла, захватывая все. Визуальная концепция была такая. Создать световую схему, которая будет развиваться в течение серии. Все начинается с лунной ночи, потом король ночи приносит бурю и тучи. Луна уходит, а лунный свет остается, но рассеивается. А на следующей стадии загорается ров. Мы хотели, чтобы ров светился таким всепоглощающим светом. Мигель при подготовке постоянно говорил про ад. Это становится адом для каждого из героев. Хроваво красное пламя, рва, захватывает весь кадр и полностью вытесняет голубой свет луны. Но в конце, когда ров догорает, луна снова появляется. Таким образом, я разделил все на части. У нас есть визуальные различия. Это не дает заскучать. Но как пойти еще дальше? Мы решили, что у каждого акта будет свой жанр. То есть первый акт. Это нагнетание тревоги. А лучший способ это сделать, если снимаешь кино с монстрами, а это наш случай, не показывать монстров. Второй акт начинается с того, что Ария загнана в угол в замке. И это фильм ужасов. А третий акт – это боевик. Разбивка на жанры позволила нам менять ритм и уходить в сторону, когда мы долго следим за отдельными героями и не интересуемся, что происходит с остальными. Сдержань всего люди, которые нам дороги. Хочется переживать за тех, кто сражается, поэтому мы старались поместить знакомых персонажей в центр каждой схватки. И линия Арии, и Санса, с Тирионом, в Крипте, и Джон Сноу, и Дэнни на драконах – все это отдельные маленькие битвы внутри одной большой. Зажечь ров! Зажечь ров! Вот блин! Прошу прощения. У живых есть время подготовиться к битве. Они точно знают, что враг превосходит их численностью, а еще они знают, что мертвецы не любят огонь. Поэтому они выкопали вокруг замка огромный ров и заполнили его топливом. Слово «ров» в сценарии не вызывает подозрений. Но сколько же труда ушло на то, чтобы он выглядел убедительно и был похож на линию обороны. Важно, чтобы через этот ров никто не мог перепрыгнуть. Нам пришлось построить мосты, которые потом рухнут и создадут дополнительное препятствие. Там были настоящие деревянные колья и настоящие бревна. Потом настоящие колья заменили стальными, которые могли бы неделями гореть и не сгорать. Пришлось приспособить туда целую платформу для спецэффектов. Столько всего надо учесть. И ров охватывает, читая, весь замок. Да, неплохой был ров. А я уж, поверьте, немало их выкопал. Зажечь рвы! А как в реальной жизни поджигать почти 300-метровую штуку с битумом, когда на нее бегут сотни актеров, а внутри сидят каскадеры? Что вам сказать? Ну что ж. Сложности с этим рвом начались с того, что это первая линия обороны. Он должен впечатлять быть очень большим. Надо было придумать, как получить высокое пламя, которое будет видно отовсюду. Мы соорудили систему попросту водяной желоб, которая дает очень экономичный огонь на пропане. И, конечно, надо решить, что именно там горит. Настоящие бревна нельзя надо, стальные, чтобы выдержали жар и пламя. Кажется, мы сделали 900 стальных бревен и 16 желобов. А потом встает задача, как подать нужное количество газа на каждый желоб. У нас есть 4-тонная цистерна с передвижной установкой. Это 5 тонн. С их помощью мы превращаем жидкость в газ и получаем наше топливо. Управляем с помощью электронной системы клапанов, подключенных к пусковой коробке. Каждому газ подведен отдельно, загораются последовательно. Газа тут много. Да, много. Счет за газ получил уже? Нет еще, боюсь очень. Когда красная жрица выходит и поджигает ров, это должен быть необычайный, зрелищный момент, когда он вспыхивает вокруг Винтерфелла. Как визуальный образ, это просто фантастическая вещь. Мы впервые видим встречу льда и пламени. Я очень хотела показать, как это может выглядеть. Примерно за год до съемок мне позвонил Мигель. Рассказать ничего не могу, но ты нам нужна выносливой. Иди тренируйся. Работы будет много, снимать будем ночью, три месяца ночных съемок. И я такая, ну ладно. Но, кажется, я тогда была в Бостоне и ела картошку с сыром. Клево. То, как она дерется на стенах, очень крутой момент. Пригодилось все, чему я училась. Понадобились все мои навыки. Было круто. Одно дело взойти на стены, но в Винтерфелле есть две лестницы, ведущие к центральной части стены. Там будет тесно, темно, страшно и мертвяки. То, что надо. Но там не размахнешься с длинным оружием. Что тебе точно не нужно в этих тоннелях, так это полутора-двухметровое копье, застревающее в узких проходах. Так что я решил распилить его пополам, чтобы его можно было разобрать по ходу драки, и тогда у нее будет два в каждую руку. Вышло здорово. Арии и каскадерам было над чем попотеть на тренировках. Да, если я сосредотачиваюсь на шагах, то двумя руками сразу не получается. Поразительно то, что Мэйси, правша, решила, что будет учиться фехтовать левой рукой. Ведь в книге «Ария левша» и в первом сезоне, когда ее учат Сирио Форель, она фехтует левой, и это очень трудно. Но в результате она научилась действовать левой. А так как она правша, то стала бойцом-амбидекстром. Мэйси почти все делает сама. Для опасных трюков у нее есть прекрасная дублерша, но в основном это делает она. Отличная координация и скорость. Она может импровизировать. С ней очень легко работать. Она молодец. Одно дело вести бой – это как спарринг, как поединок. Но когда ты реально дерешься за жизнь с толпой каскадеров, которые делают это всю жизнь, ничего не боятся. Да еще в этом жутком гриме, и они лезут на тебя. Это все совсем другая история. Думаю, мне принадлежит рекорд по извинениям на площадке. Черт возьми! Простите, пожалуйста. Блин, блин, блин! Простите, простите! Пардон! Простите! Да ничего, они в защите. Мы знали, что в любой ситуации, когда дерутся много людей, у Арии должна быть ведущая роль, потому что она лучшая. Это потрясающе, это интересно смотреть, но это одна нота. И играть на одной ноте всю серию не годится. Так что мы ее ранили и почти вывели из строя. И немножко вернули Арию Старк в прошлое. Это интересно и дает возможность изменить характер нашей истории. Эпизод в библиотеке построен на одной идее. Мне нужен был четкий переход, где зрители, вместо того, чтобы сказать, ну вот, опять дерутся, скажут, ого, что-то новенькое. Я надеялся, что зритель оживится и решит, ну да, не интересно. Что там снаружи. Но сейчас я хочу минутку побыть внутри и замедлиться. А еще мы хотим побыть с Арией, которая внезапной и суперуверенной в себе героини, какой мы ее знаем уже давно, превращается в человека, полностью шокированного происходящего. Перед съемками этой сцены мы определенным образом обустроили библиотеку, а я привел туда Мэйси, расставил там девять мертвецов, у каждого свой маршрут, и велел Мэйси пробраться сквозь библиотеку так, чтобы ее никто не заметил. И мы поставили эту почти танцевальную сцену, где она каждый раз едва ускользает, но остается незамеченной, и все в полной тишине. Это было весело. Господи, как страшно. Итак, мертвецы в библиотеке. Мигелю был нужен кто-то, способный принимать странные позы, и со слегка потусторонней внешностью, чтобы было понятно, что это мертвец. Я вспомнил одного артиста испанского по имени Хавьер Батте. Он совершенно гуттоперчивый, и вытворяет с телом бог знает что, и он все время выступает в пластическом гриме. Я знал, что он наш парень, он все это сумеет. В смысле пластического грима у него были несколько разных штук. Для увеличения скул, например. Мы сделали ему порезы и раны, а затем просто покрасили его всего. Акцентировали все тени, подчеркнув мышцы и кости. А двигается он очень убедительно. Мы обожаем Лиану Мармон, как и весь мир, я думаю. И мы хотели сделать ее смерть абсолютно героической. Когда я узнала, что умру, я страшно обрадовалась. Звучит странно, но я решила, что мне для счастья надо либо занять железный трон, на что мало шансов, либо красиво погибнуть. Так что я счастлива. А вся история с Великаном – это суперкруто. Бах! Каждый кадр с Лианой и Крамом на самом деле очень сложный и собран из множества элементов. Сначала мы отсняли декорации Винтерфелла и много задних планов. А там, где хотели взять в кадр Великана, использовали технологию «Инкэм». Создали анимированные изображения Великана и синхронизировали его с камерой. И когда Шон Сэббедж, оператор камеры А, работал на местности, он мог видеть Великана в кадре в правильном масштабе. Поэтому сцену снимали так, как будто он действительно там был. Есть! Да, ребята, так лучше. Пойдем отсюда. Великан настоящий. Его можно было нарисовать, но мы предпочитаем снимать реальных живых людей везде, где можно. Великана играл Йен Уайт, он ростом где-то 2,25. Он выполнял все действия Великана на зеленом экране, но мы его снимали так, чтобы он казался в два раза выше. В кадрах, где он хватает Лиана, мы снимали зеленую куклу с маркерами. Потом мы оцифровали эти движения и использовали их для управления механической рукой, которая хватала нашу актрису Беллу, и поднимала ее так, как будто ее держит крам. Некоторые кадры состоят из четырех-пяти элементов, снятых отдельно в разное время и сведенных воедино. Мы совместили простые приемы, такие как уменьшенные модели с высокими технологиями, цифровым масштабированием и цифровой передачей. Я думаю, это очень подходит Лиане. Умереть, сделав что-то эдакое, проткнув Великану глаз. Это похоже, я сегодня это поняла, слегка похоже на Давида и Голиафа. Почти то же самое, заколот в глаз этой крошечной Лианы Мормонт. Внизу, в крипте, начинается настоящий фильм ужасов. Это же кошмар, мы в склепе. Никто об этом не подумал. Он оживляет мертвецов, а они спрятали женщин и детей в крипте, где полно мертвецов. И вышло... Тирион умен, но не настолько. Мне все очень понравилось, потому что мне же никогда не достается играть экшен. Между дублями мы с Питером дурачились, бегая как будто с пистолетами от подиума к подиуму. Мертвяков ловили. Чувствовали себя звездами боевика, хотя бегали в пределах пяти метров. Мертвецы в крипте. Мы были в восторге, когда поняли, что можно наделать клёвых мумифицированных сушёных мертвяков. Вдохновлялись древними мумиями, изучали трупы, а ещё в склепах бывают такие тела, как раз то, что нам нужно. Усокшие сморщенные тела, на которых сохранилась задубевшая кожа, есть волосы. Они лежат там сотни лет, зубастые, все в пыли. Совсем не то, что мы видели раньше. Был один момент, когда мне надо было пробежать сквозь толпу. Лезли мертвяки. Один пошёл на меня. Я реально заплакала, так было страшно. Когда мне страшно, я всегда плачу. А это был ужас. Мертвяки – это кошмар. В жизни такие же страшные. Ненавижу их. Они прячутся за углами, и ты не совсем понимаешь, откуда они полезут. Всё безопасно и спланировано, но тебя всё равно пробирает. И там только свечи, никакого другого освещения у нас там не было. Это жутко. И здорово. Неделя под землёй с мертвецами. Мы все милые и приятные люди, но показываем такое дикое насилие, что часто спрашиваешь себя, как я до такого докатилась. Битва бастардов научила нас одному. Работать с мёртвыми телами очень сложно. С этими бутафорскими трупами. Они очень дорогие, их тяжело носить туда-сюда. И Роб Кэмерон, и Гэвин Джонс, наш бутафор, придумали отливать их целыми группами. Задача была попробовать сделать так, чтобы трупы поменьше весили, чтобы облегчить себе работу. Мы брали по 8-9 манекенов в доспехах и делали огромный слепок этой группы со всеми подробностями. Руками, ногами, одеждой, доспехами. У нас было, думаю, штук 300 таких груд из трупов. Мы их раскрасили по-разному. Цвет кожи, цветовую гамму им придумали, чтобы каждый труп выделялся. Плюс в том, что они легкие. Их можно класть друг на друга. Ребята-бутафоры очень удачно придумали делать такие клинии и громоздить их один на другой. Получается страшная бойня и разорение. Класс. Должен сказать, они отлично сработали. Реквизиторы видеть больше не могут эти щиты. Они столько раз их перетаскивали с места на место, то на правый фланг. Так, теперь левый оголился. Все трупы несем на левый фланг. Да чтоб вас! Для крупных планов мы сверху раскладывали живых статистов, одетых и загримированных под мертвецов. Идешь себе по площадке перед съемкой, вдруг-труг подмигнет, дернется или просто пошевелится, и ты такой, боже! А этот статист лежит среди наших искусственных мертвецов. Очень обескураживает. Странно у нас тут. В третьем акте серии, когда у нас начинается боевик, Джон понимает, что настоящая задача еще впереди, и это защищать Брана. Бран! Беги! Итак, он направляется в Интерфелл, а мы следуем за ним. Мы использовали «Аутомус Максима». Это ручное устройство, его может держать оператор или механик, а один из операторов управляет им дистанционно. Это как стационарная камера на пульте управления. Очень хитро. Камера плывет сквозь весь замок, оставаясь персонажем. Зрителю должно казаться, что он перемещается с героем, что он прямо-таки вместе с ним. По-моему, сердце всей серии – вот этот длинный эпизод со всеми разными персонажами. Надо было, чтобы Джон, пробираясь через двор, увидел всех героев, за которых мы переживаем, за которых он сам переживает, и он должен быть буквально потрясен. Мы разбили персонажей на группу, у каждого своя битва, они ее выучили, мы сняли, а потом набрали из них фрагментов. Они все терпят поражение. Я делал такое размашистое движение, вращал копье над головой. Люблю такое. Шикарно. Мне очень нравилось снимать тот эпизод, где мы бьемся из последних сил. И Бриена вся целиком уходит в битву. Бриена в боевом режиме. Она полностью поглощена. Там было так страшно и так... Мы вообще-то все паниковали из-за того, что там было ужасно тесно. Думаю, это еще добавило сложности работе. В одном из кадров той сцены я стою на куче трупов и дерусь не на жизнь, а на смерть. И что смешно, мы сказали каскадерам, если удастся меня повалить, валите. И в нескольких дублях я погиб. Или Дормунд погиб. Я правда бился за свою жизнь. Жизнь Кристофера. Руки-то сильные. Один из моих любимых кадров, когда Джон видит, как его лучшего друга атакует толпа мертвяков. В любых других обстоятельствах Джон бросился бы на помощь Сэмбелу. Это было здорово, потому что Сэм – единственный человек, которого Джон всегда спасал. На кого полагался. Настоящий друг. И тут он им жертвует, потому что идет на Короля Ночи. А завершая эту ноту момент, когда у нас просто кончились каскадеры, атакующие Сэма. И он просто сел и просто заплакал. Это было супер. Вот эти слезы посреди жестокой битвы. И видеть, как Джон так поступает с Сэмом – это очень классно. И потом в этом есть правда персонажа. Когда ты занят в батальной сцене, хочется чувствовать себя бойцом. И хочется выглядеть как можно лучше. А Мигель постоянно меня одергивал. Не забывай, ты играешь Сэм в Элотарле. А он не воин. Сэм там оказался именно потому, что он не воин. Он может показать, как бы там себя вели нормальные люди. Так что нам приходилось его сдерживать. Мы старались не допустить, чтобы он выглядел крутым. Мы его очень сильно прессовали. Это нечестно по отношению к нему, как к человеку. Мы могли так же поступить с остальными. Но не стали. Кит у нас был герой и молодец. Даже так. Мы хотели сделать его еще круче. Одна из самых трудных съемок – когда мы сначала идем через двор, а потом спускаемся в так называемые старые псарни. Кит бежит по длинному темному коридору, а нам надо координировать полтора десятка каскадеров, падающих на него сквозь крышу. И они, конечно, должны приземлиться каждый в свою точку и в определенный момент. Всем надо было идеально согласовывать действия. К стене его, меч к шее и вниз. Но не спеши. Я бы не убивал его, пока не увижу следующего. Все сводилось к одной цели – воссоздать жуткий хаос и бардак. Конечно, за ним всегда должна была следовать отдельная камера. Достаточно близко, чтобы зритель чувствовал угрозу и опасность происходящего. Когда мы все поставили, отрепетировали и уже снимаем, я отвечаю за безопасность, а также за то, чтобы все получилось. Я даю всем отмашку, чтобы все было синхронно. Наверное, это самая трудная задача – быть в нужное время, в нужном месте. Счет идет на доли секунды, надо успеть. И во всем этом хаосе камера делает вокруг него полоборота. А потом мы идем задом наперед до большой стальной двери, где решетка захлопывается перед носом у этих ребят в последнюю секунду. Мы понимаем, что Джон Сноу проскочит, как только камера проскочит вместе с ним. Да, кадры классные. Давай, давай, давай! Это все! А нам понравилось тебя гонять. Ключевая идея – дать Киту самую страшную битву в жизни. А в конце – выпустить на него непреодолимое нечто, то есть мертвого дракона. То есть не мертвого, не до конца. Прилетает дракон-зомби, у него морды нет, он ничего не видит, сносит воронятню. Это безумный бой, когда Джон прячется за тем, что осталось, а у него над головой бушует ледяное синее пламя. Что смешно, в Визере он уже весь изувечен, у него дыра в шее от копья Короля Ночи. У него полморды отсутствует, и пламя вырывается. Синее пламя бьет не туда, куда надо. Пламя, бьющее во все стороны. Мы снимали фотографически, по-настоящему, с помощью 3D-камеры с контролем движения. Яркое пламя на затемненной площадке. Визериону мы лазером вырезали дырки в морде, основываясь на цифровой модели. Потом сделали латунные отливки, а Сэм Конвей и его команда встроили туда газовые горелки. И все это закрепили на подвижном манипуляторе, чтобы огонь вырывался в точности, как из порезов на драконьей морде. В этой сцене столько подвижных элементов. Есть место, где все происходит, которое частично является декорацией, но в основном нарисовано, потому что необходимо показать разрушение. Вдобавок нужно было как-то снять кита, чтобы ему было где укрыться, а еще разместить вокруг него все освещение. Огонь! Мы здорово разнесли этот двор. Мы любим строить, но рушить любим не меньше. Это всегда весело. Мы прошлись горелками, краской, землей, грязью и так далее. Просто взяли и сделали все, что нужно, чтобы все разрушить. Я попросил собрать много дерева. Мы сложили огромный костер, жгли целый день, пока оно не обуглилось и едва не развалилось. И у нас получилась красота. Просто загляденье. И когда ты думаешь, что все закончилось, и что Джон Сноу будет героем, опять мы видим, как Ария возникает из тумана. Читаю сценарий. О, я его замочу. А, нет, не замочу. Дальше, может, Джон замочит? Стоп, и не он. А когда дочитала... Вау! И так обрадовалась про себя. Да. А во время читки, когда Мэйси это сделала, мы все свистели и аплодировали. Это потрясающе. Мэйси, конечно, это оценила. Это суперкруто. Да, его убью я. Кит вовсе не обиделся. Я был вне себя. Как это не я убиваю короля ночи? Я бы... Я бы что хотите, я бы тысячу поставил до того, как сценарий прочел. Я был на сто процентов уверен, что это я. И ведь нас обманывают. Джон гонится за королем ночи. Джон Сноу всегда был героем, всегда спасителем, но... Сейчас нам это показалось неправильным. Мы уже года три или около того знали, что именно Ария нанесет смертельный удар. Дэн и Дэвид дали мне нарушить все правила Игры Престолов в этом эпизоде. Большая часть его снята на 96 кадрах в секунду. Супер замедленная съемка, преувеличенная реальность. Обычно они такого не делают. Это сюрреалистический кошмар. Наконец, король ночи и Бран нашли друг друга. Музыка играет большую роль в создании чувства отчаяния, которое возникает в этот момент. И еще мы видим Джона, который, очевидно, не выживет. И есть вставки со всеми другими героями, они в полной жопе. Все в жопе, буквально. Мы использовали именно эти слова. Снимаем сцену, все в жопе. А потом у каждого есть такой кадр, что ясно, выхода нет, все они умрут прямо сейчас. Вы знаете, что нет, но мы хотим, чтобы вы это почувствовали. Боже, все, возврата нет, спасения быть не может. И мы все забываем о маленькой невинной девочке из далекого прошлого, которая научилась убивать, и теперь возникла из ниоткуда. Она ведь действительно выпрыгивает из ниоткуда с помощью крана с тросами. Мы снимали на локации, но локации не идеально, там сложно разместить кран. Еще и это чердрево мешается. В общем, снимать на месте тяжело. Мы сняли один вариант, а потом пересняли в павильоне, где смогли контролировать все как надо. А нужна была внезапность. Бум! Из ниоткуда. И эти два героя сцепились. Снимать это было утомительно, но очень классно играть все эти разные фрагменты, занимающие сколько? Две секунды экранного времени. Мы знали, что это будет валерийская сталь. И ударить нужно точно в то место, куда дитя леса вонзила клинок из драконьего стекла, создав Короля Ночи. Это оружие, один из татемных предметов для нас, и, в общем-то, мы уже давно знали, что оно погубит Короля Ночи. Когда Сэм читает книгу о драконьем стекле, там есть рисунок этого кинжала. Таргариены украшали драконьим стеклом оружие, даже не зная, для чего его использовали первые люди. Очень даже возможно, что убить Короля Ночи можно тем же, чем его создали. Может, это валерийская сталь? Сообразите сами. Я не скажу. Я считаю очень здорово, что нож прошел полный круг. Тот самый нож, которым должны были убить Брана, спас его. Это ведь знаковый момент. Падение мертвых. Ровно то, что надо. Она его завалила. Это так круто, так здорово. Идеально. Я думаю, к этому все шло. Все ждали, когда же станет ясно, для чего Ария стала ассасином. И оказалось, что для самого важного. Я прочла, что мне дано свершить, и что предназначение Арии в этом мире, и все, чему она училась, сводится к этому единственному эпизоду. Это потрясающе. И это красиво, настоящая поэзия. И я благодарна, что это я, а не кит. Хе-хе-хе-хе. Вспомните Джораха с первой нашей с ним встречи он всегда рядом с Дэнни. Мы видим его на свадьбе Дэнни, он дарит книги по истории Вестероса. С того момента он почти всегда с ней. Если бы Джорах выбрал, как умереть, он бы умер, защищая Дэнни. Иен и Эмилия внесли большой вклад в то, чтобы их герои остались верны себе до конца. Джораха не отвлечь от задачи, а задача защищать королеву любой ценой. Эмилия не хотела быть полностью беззащитной девицей. Мой герой. Она считала, что ее героиня не такая. Хотя мы никогда не видели ее с оружием, мы не хотели, чтобы она выглядела совершенно бесполезной и не заинтересованной в спасении. Джораха. И тебе все равно, что будет. Да, и поэтому я воплю. Но это и великая сцена для Йена. Мы понимали, что он всегда хотел только одного – служить ей, его призвание, сражаться и защищать ее. А ей еще никогда не был так нужен защитник, как сейчас. И сам Йен, думаю, был… Он был рад погибнуть в бою. Он это отлично умеет. Моя любимая сцена – это сцена моей смерти. Да. Просто потому, что она требовала полной отдачи. Это самая трудная и ответственная сцена. И это логичное завершение роли Джораха. И обстановка была подходящая, драматичная, говорит сама за себя. Иен невероятно здорово сыграл, и Эмилия тоже. В самом конце, когда она обнимает его, и… Знаете, очень сложно сыграть такое глубокое горе, но Эмилию очень хорошо удалось это передать. Отчасти потому, что она прекрасная актриса, но отчасти из-за того, что они с Йеном так долго вместе работали и очень сблизились. У них было столько совместных сцен, и вот все кончается, отношения с Эмилией и героев, но также их совместная работа в сериале. Это ужасно тяжело. Даже просто смотреть Йену в лицо, вот и все. Все наши отношения, все. Мы прожили с этими героями столько лет. Мы с ними огонь и воду прошли. Это был… был… долгий путь. не подобрать слово. Было… очень здорово, и я… да, да, я очень… очень рад участвовать в этом прекрасном безумии. Игра престолов. Финальный сезон. Только во медиатеке. Поехали. Продолжение следует...